Инвест-проект реализуется на базе паперовой фабрики «Герой працы», яка выходит у холденных белорусские шпалеры. На проектную могутность, вытворчивость трехслоевого кордона объемом 200 тысяч тонн в год, по планах выйдут уже в наступном годе. Кредиты по мере каля 350 миллионов долларов выделены на 13 годов, а окупность проекта в складе каля 10. До речи, частка будущих работников уже отправилась и в Китай, как учиться працевать на аналогичном обсталевании. У Поднебесной, до речи, побудовано уже пять таких вытворчостей. Первая партия белорусских специалистов, которые будут работать на этой фабрике, полетела в Китай на обучение. Здесь, конечно, будут работать впоследствии белорусские специалисты. Еще особенность фабрики в том, что очень высокая степень автоматизации в течение трех лет будет обеспечиваться гарантия и, конечно, будут присматриваться фабрики и обучать белорусских специалистов. Это моменты, когда они сами смогут ее управлять. Амаль 1700 китайских специалистов, свыше 300 тысяч квадратных метров площадь и огульные затраты на сумму свыше полмиллиарда долларов. Так будуется комбинат милованного и немилованного кордона у Добруши. Обсталевание с Поднебесной и Франции. Как каже, керавництво вытворчасти – самой выдатной якости и высокой ступени автоматизации. Дарыш и вытворчасть у Добруши новой продукции – не только один из двух найбуйнейших инвестпроектов, которые реализуют в регионе с уделом китайского капитала. Это не оценный уклад в сферу импортозамещения. Безусловно, качество, с которым будет выпускаться новый вид продукции, позволит не только заместить импортные аналоги в основном российские, но и будет, учитывая его более низкая затратность, мы рассчитываем и на экспортные поставки. А кроме того, на этот год президент поставил задачу створить еще 5 тысяч новых прационных мест. С запуском вытворчасти милованного и немилованного кордона у Добруши открыться около 600 вакансий. Многие десяти годы социальная сфера и экономика Добрушского района трималась на промысловых предприемствах – фарфоровом заводе и паперовой фабрице. Но прационных мест на всех не хватало. Ехали на работу в Гомель и Россию. На новый картонный комбинат «Великая надея». Это прационные места и умыцевание не только районной, но и в целом белорусской экономики. Марина Северьянова, Яугин Макеенко, Телера до компании «Гомель» с Добруша.